Всем привет! Как вы представляете себе границу государства? Наверное, что-то вроде рвов, огороженных колючей проволокой, которые охраняют вооруженные пограничники и их собаки. Конечно, чтобы перейти такую границу, нужно пережить строгий паспортный контроль, и не факт, что вас еще пустят в страну. Однако такие границы можно встретить далеко не везде. Более того, существуют страны, разделенные довольно странным образом. Именно на их необычные границы мы сегодня и посмотрим. Поехали! Бельгия и Нидерланды Небольшая бельгийская коммуна Барли-Хертек вполне может считаться чудом света. Конечно, не пирамида Хеопса, но тоже по-своему круто. Дело в том, что прямо сквозь поселения проходят границы между Бельгией и Нидерландами. Бельгийская часть города – это анклав внутри Нидерландов, расположенный в пяти километрах от бельгийской границы. Анклав – это часть территории государства, полностью окруженная территорией другого государства. Сложно, но это еще не все. На территории анклава Бельгии, в свою очередь, расположены нидерландские анклавы второго порядка, анклавы внутри анклавов. Да, в Барли-Хертек все довольно запутано. Сложная граница была создана после того, как между Нидерландами и Бельгией в 1843 году был подписан договор. Он укрепил кое-какие средневековые соглашения, которые многократно делили землю на небольшие кусочки. Тогда все и перепуталось. Даже некоторые дома в коммуне разделены между двумя странами. Одно время по нидерландским законам рестораны приходилось закрывать раньше. Для некоторых ресторанов на границе это просто означало, что клиенты должны были перейти к столу на бельгийской стороне. Удобно. А еще бельгийские законы позволяют продавать фейерверки, в то время как в Нидерландах с этим довольно строго. Поэтому, чтобы устроить шумное празднование Нового года, многие туристы из Нидерландов посещают Барли Херток. Здесь они свободно закупаются всякой пиротехникой. Само собой в магазине, находящемся на бельгийской части. Австрия и Германия Юнгхольц. Коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль. Несмотря на то, что она по всем законам является частью Австрии, коммуна доступна только через территорию Германии. Такой вот полуанклав. Отсутствие дорожного сообщения с другими районами Австрии привело к тому, что Юнгхольц был включен в германскую таможенную зону до тех пор, пока Австрия не вступила в ЕС в 1995 году. Он также использовал немецкую марку вместо австрийского шиллинга в качестве валюты до 2002 года, пока не появился евро. Сегодня Юнгхольц касается Австрии всего в одной точке. Но это вовсе не означает, что через эту точку можно протиснуться вообще не пересекая территорию Германии. Разве что вы умеете тянуться как мистер фантастик, потому что просочиться в Юнгхольц таким путем будет невероятно сложно. Из того, что в 1342 году житель австрийского Тироля купил этот участок у баварца, покупатель включил участок в свое другое владение и был очень доволен собой. В баварско-австрийском пограничном договоре 1844 года Юнгхольц уже официально значился как территория Австрии. С тех пор так и повелось, несмотря на странную границу. Если верить данным начала 2019 года, в Юнгхольце проживало 294 человека. Не очень-то много, но в коммуну часто заглядывают туристы. Их, в общем, можно понять. Россия и США Острова Диамида, два острова и несколько скал в центре Берингово пролива. Они находятся между Россией и США, причем каждый остров принадлежит своей стране. Остров Ратманово – территория России, остров Крузенштерна, США. Международная граница лежит на расстоянии примерно двух километров от каждого острова. В своих ближайших точках два острова находятся примерно в 3,8 километра друг от друга. Кто бы мог подумать, что такие страны, как Россия и США, разделяют настолько маленькое расстояние. Зимой природа обычно создает ледяной мост между этими двумя островами, поэтому в такие времена теоретически возможно пешком прогуляться от США до России и обратно. Правда, делать этого лучше не стоит, путешествие между островами запрещено. Охрана государственных границ – все такое. Серьезная штука. На самом деле, с 1989 года действуют соглашения между СССР и США о безвизовых поездках местных жителей в гости друг к другу. Однако большинство местного населения острова Ратманово было перевезено на континент. В настоящий момент на острове находится самая восточная воинская часть и погранзастава России. В общем, не то место, куда можно просто так наведаться в гости. В то же время на острове Крузенштерна есть маленькая деревня, в которой живет около ста человек. Там открыта школа и магазин, а почта в хорошую погоду доставляется вертолетом. США и Канада Граница между Канадой и США растянулась почти на 9 тысяч километров. И это была бы вполне обычная граница, если бы не библиотека и оперный театр. Свободная библиотека Хаскелла и оперный театр были построены намеренно на границе между Канадой и Соединенными Штатами. И это сделали не ради шутки. Цель состояла в том, чтобы предоставить пограничным общинам центр обучения и культурного обогащения. И знаете, похоже, все получилось. Первый камень необычного заведения заложили 15 октября 1901 года, а в 1904 году стройка была завершена. Между прочим, здание обошлось в 50 тысяч долларов, приличная сумма по тем временам. Многие люди говорят, что пограничный театр – точная копия бостонского оперного театра. Так вот, это неправда, но постройка все равно уникальна. Нигде в мире нельзя сидеть в оперном театре, буквально разделенным пополам международной границей, где большая часть зрителей находится в США, а актеры – на сцене в Канаде. Нигде больше нельзя найти такую необычную библиотеку. Входная дверь находится в США, все книги в Канаде, а читальный зал считается международной территории. Египет и Судан На нашей планете множество стран, и каждая из них нужна своя территория. Но существуют и так называемые ничейные земли. Одна из них – Бертовиль. Эта территория, граничащая с севера с Египтом, а с запада, юга и востока – с Суданом. Иногда Бертовиль называют треугольником, хотя на самом деле у него четыре угла. Но форма не так уж важна. Гораздо интереснее, что этот клочок земли никому не нужен. В смысле вообще? В конце 19-го и начале 20-го века Великобритания заключила соглашение с Египтом и разделила его территорию с территории Судана. Из-за того, что разделение произошло дважды, началась путаница. По одному соглашению Бертовиль стал территорией Египта, а более ценный треугольник Халаиба – частью Судана. По другой версии, все было наоборот. В результате сразу две страны стали претендовать на треугольник Халаиба, и обе также отказываются от территории Бертовиль. Но одно было просто невозможно без другого. Так возникла ситуация, когда обе страны, граничащие с Бертовилем, не считают его своей землей. Между прочим, таких участков в мире не так уж много. Возможно, фактически Египет все еще управляет Бертовилем. Однако ненужная территория не отмечена ни на одной правительственной карте. Аргентина и Бразилия Стоит один раз взглянуть на знаменитые водопады Игуасу, чтобы запомнить это зрелище на всю жизнь. Потому что оно без шуток прекрасно. Это комплекс из 275 водопадов, расположенных на реке Игуасу. А еще они находятся на границе Бразилии и Аргентины. Комплекс водопадов Игуасу устроен так, что напоминает перевернутую букву J. На правом берегу реки расположена бразильская территория, которой принадлежат более 95% бассейна реки Игуасу. Но Бразилия может похвастать только 20% водопадов. Остальные 80% – аргентинские. Множество островов, в том числе довольно больших, отделяют водопады друг от друга. Чтобы перебираться с одного участка суши на другой, здесь построили небольшие мосты. С их помощью можно полюбоваться водопадами Игуасу со всех сторон. Неудивительно, что водопады – одно из наиболее посещаемых туристами мест в Южной Америке. Ежегодно здесь бывает от полутора до двух миллионов посетителей. В окрестностях Игуасу расположен международный аэропорт. Построены десятки отелей, кемпингов, подъездные пути, прогулочные тропы. Да и местное население сконцентрировано на туризме. Глядя на все это, как-то не верится, что мы все еще говорим о границе между государствами. Казалось бы, граница между такими странами, как США и Мексика, точно должна быть серьезной. Но здесь, в Сан-Диего-Тихуана, можно найти совершенно удивительные вещи. Прежде всего, стоит сказать, что этот город с тройным названием – международная трансграничная агломерация. Она находится на границе американского Сан-Диего и мексиканской Тихуаны. Население региона в 2012 году составило почти 5 миллионов человек, что делает его самым большим двухнациональным округом, разделенным между Соединенными Штатами и Мексикой. Правда, здесь все равно есть граница в виде стены или забора с тремя пропускными пунктами. Все как полагается. Однако здесь же прямо через этот забор люди свободно общаются и отлично проводят время. Например, играют в международный пограничный волейбол или общаются с родными и друзьями из другой страны. Это происходит в парке дружбы. Именно здесь жители обеих стран могут встретиться лично. С американской стороны безопасность тщательно контролируется. Посещать парк дружбы можно всего два дня в неделю и быть готовым к повышенному вниманию пограничников. Ни один предмет не может быть передан через забор. Это включает еду, деньги, подарки и даже какие-нибудь заметки на бумажках. Все очень строго. Впрочем, нет абсолютно никаких ограничений доступа в парк со стороны Мексики. Псс, дружище! Хочешь немного новых технологий и крутых гаджетов? Мысленно уже находишься в будущем? Тащишься от больших машин и не представляешь своей жизни без роботов? Загляни на техзон и найдешь целую кучу этого добра. Ссылка находится в описании. Заинтересовали? Ну вот и отлично!